В Дворце культуры царила праздничная атмосфера. Мама и бабушки пришли на концерт в их честь. Перед входом в зал каждая женщина могла сделать себе прическу, а также поучаствовать в мастер-классах и осмотреть выставку, подготовленную ко Дню Матери. Выставка представлена работой из живописи шерсти, акварельная живопись и гуашевая живопись. Одним из мастер-классов стало мыловарение, на котором каждая гостья под чутким руководством специалиста смогла самостоятельно сделать мыло разных форм. Сегодня первый раз делала мыло своими руками. Это очень интересное занятие. Было мне очень интересно послушать преподавателя, который нам все рассказывал, как, что, объяснял. И мы делали по ее подсказке. Теперь, допустим, я уже могу даже самостоятельно это сделать. Затем в зале Дворца культуры начался праздничный концерт. Песни и танцы в исполнении творческих коллективов муниципалитета никого не оставили равнодушным. Татьяна Скоринина состоит в хоре «Россияночка» с юных лет, а занялась пением она по совету своей мамы. Я пришла 18-летней. Мама привела за руку. И вот до сих пор здесь. На концерте выступили дети, сидящие в зале, мам и бабушек. Они отметили, танцевать для дорогих и близких людей особенно приятно. Она у меня самая понимающая, добрая, открытая, всегда меня поддерживает. И она у меня самая лучшая. День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он выпадает на 26 число. Не забудьте поздравить своих мам с праздником. Инга Янчук, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.